Значит, граждан Западно-Казахстанского области, которые пишут на русском языке. И период, во-первых, должен быть качественным. Все участники конкурса – представители районов области. Это молодые и опытные переводчики. С каждым годом количество участников не уменьшается. Да и качество владения госязыком заметно выросло. Для меня важность этого конкурса заключается в том, что человек всегда должен находиться в поиске. Особенно сейчас, когда роль, значение государственного языка возведена на очень высокий пьедестал. К нему предъявляются очень высокие требования. Соответственно, люди, которые работают в этой сфере, в первую очередь переводчики, они должны быть не только функционально грамотными, но и владеть культурой речи, культурой письма. А вообще хороший переводчик на вес золота. Такое заявление делают эксперты. Профессионалов в этом деле определяют на очередных традиционных конкурсах. Такие, как «Лучший переводчик-2013». Мероприятие, организованное областным управлением по развитию языков, собирает представителей всех отраслей. Это медики, полицейские, сотрудники налоговой и ЦОНа. Конкурсантам предстоит пройти такие этапы, как перевод официальных документов, знание новых терминов, законов и художественный перевод. Областное управление по развитию языков совместно с Советом молодых ученых Западной Казахстанской области проводит областной конкурс языков «Дармаше», то есть «Лучший переводчик». Целью данного конкурса является пропаганда государственной языковой политики, поддержка переводчиков, которые работают в государственных и бюджетных структурах. Областное управление образования совместно с Управлением по развитию языков регулярно проводит совместную работу. Их аудитория – это дети, детсадовцы и школьники. Ведь именно с детских лет лучше всего воспринимаются языковые знания. Легко усваиваются разные предметы и навыки. С этого возраста как раз и нужно воспитывать патриота и гражданина. Наше областное управление образования вместе с Управлением по развитию языков проводит много совместных мероприятий. Это конкурсы среди детей, среди представителей других национальностей. Мы работаем согласно госпрограмме развития языков на 2011-2020 годы. Например, мы проводили конкурс, начиная с дошкольных учреждений. Это кур-кур-кур-маш, абайские чтения, макатаевские чтения и многие другие. Мы проводим их совместно со студентами колледжа, а также со школьниками. Также это махамбетовские чтения. Специалисты управления и наши специалисты постоянно сотрудничают. Управление по развитию языков активно сотрудничает с учеными, преподавателями, депутатами, языковедами. За годы совместной работы сложились и упрощались деловые и дружеские отношения. По плану данного управления проводятся очень большие мероприятия, весомые мероприятия, проекты разные. И я думаю, что эти проекты доступны для всех, кто хочет принимать участие в этом. И мы, в общем-то, зачастую становимся как-то участниками данного мероприятия, особенно, в общем-то, студентами нашего педагогического колледжа. Очень много, допустим, проектов по развитию, не только по развитию, допустим, языка, а который имеет познавательный смысл, который имеет, что для того, чтобы раскрыть таланты, допустим, детей, подростков, студентов. И именно вот в этом направлении я хочу сказать, что таких мероприятий и проектов должно быть еще больше, еще содержательные, чтобы, на самом деле, участников было много. Вот от детского сада, начиная до студентов, например, вузов, в этом, в общем-то, могут принять участие. И во всех проектах данного управления принимают не только государственные, допустим, вузы, СУЗы, но и частные. Потому что здесь уже говорится о том, что он и доступен, с одной стороны, и с другой стороны. Значит, раз люди, допустим, горожане или учебные заведения знают, что именно вот такие проекты, в общем-то, существуют. Несомненно, языку нужно уделять самое большое и пристальное внимание. Об этом не раз говорилось с высоких трибун и в самом обществе. Конечно, он занимает высокое место, но, тем не менее, еще рано успокаиваться. И говорить о стопроцентном его освоении, сказали общественные деятели. Мы должны сейчас говорить, что именно необходимость государственного языка, употребление, не только употребление, а вот именно развитие, что вот вне зависимости от национальности, от возраста, все от мала до велика уже понимают, что знание государственного языка – это должно быть обязательно долгом каждого гражданина нашего государства. Тем более нашего города, так я могу сказать. Немаловажное значение имеет то, что сотрудники управления – это люди, по-настоящему искренне любящие родной язык, обычаи народа и земли, на которой они живут. И к работе они относятся также, со всей ответственностью и серьезностью. Иначе и быть не может. Каждый сотрудник, допустим, данного управления развития языков, они, конечно, я могу подчеркнуть, что это профессионалы своего дела, которые знают государственный язык на высочайшем уровне, могут помочь, консультировать где-то что-то. И от этого, конечно, от уровня профессионализма зависит, наверное, и требование, и организация, и, конечно, контроль за всеми, то, что делается, в общем-то, со стороны данного управления в нашем городе. В современных реалиях молодежь предпочитает общаться и обучаться в интернете. С учетом этого, идя в ногу со временем, управление представило новый проект – интернет-сайт Каздара Лема, то есть Мир Девчонок. Организаторы говорят, что с помощью этого проекта хотят глубже проникнуть в жизнь современной молодежи, а также понять, какие проблемы волнуют подростков. Пока это сайт только для девочек, но в ближайшем будущем будет создан такой же проект для парней. Организаторы надеются, что сайт станет популярным среди молодежи. Сейчас на нем зарегистрированы пользователи не только уральских вузов, но и Алматы, Караганды, Павлодары и любого города мира. Еще года нету, как работает данный проект, где-то больше полугода прошло, но все-таки она уже взяла оборот и думается, что этот сайт обретет популярность не только среди пользователей Казахстана, но и во всем мире. В том, что вырос уровень владения госязыком и увеличилось количество казахскоязычного населения, большая заслуга управления по развитию языков. Они прилагают все усилия для этого, выполняя свою работу и в то же время внося свой вклад в развитие пропаганды языков. Об этом говорят те, кто многие годы тесно работает с управлением. Само управление, значит, я могу сказать, что оно с каждым годом, значит, усовершенствуется. Вот где-то у них продвижение есть вперед. Вот, если вот сравнить пять лет тому назад, что было, какие мероприятия проводились, а сейчас они на каком уровне и как они проводятся. Конечно, не могу сказать, что на всех мероприятиях я принимала участие, но чаще всего могу подчеркнуть, что каждое мероприятие проводится именно на таком высоком уровне. У них есть очень хорошая подготовительная база, то есть там есть правила, там есть, допустим, критерии, допустим, да, и все это говорит о том, что управление заранее готовится по проведению, по организации всех мероприятий и требует, чтобы на уровне было проведено все мероприятия. Казахский язык – один из атрибутов независимости нашей республики, и с каждым годом он укрепляет свои позиции. Молодежи, разговаривающие на госязыке, с каждым годом становится все больше. В Казахстане в согласии и в добрососедстве долгие годы живут представители многих наций. Они все называют себя казахстанцами. Те, кто думают о будущем своих детей, отдают их в казахские школы и поступают правильно. Ведь помимо погружения в языковую среду, очень важно знать историю, культуру и традиции нашего народа. Мы должны научиться читать в подлиннике Абая, Сакена Сейкулина и других казахских писателей. Слушать народные песни и говорить со своими друзьями на языке их предков. Особенно важно, чтобы казахская речь звучала в высшем законодательном органе суверенного Казахстана. Конечно, еще нам есть над чем работать, например, во всех учебных заведениях или государственных мероприятиях, когда разговаривают или говорят просто, например, на одном языке, такого не должно быть. Мы сейчас должны уже думать о том, что любое мероприятие на любом уровне, оно должно быть на государственном языке, во-первых. Во-вторых, если, например, присутствуют люди, которые по каким-то объективным, субъективным причинам не понимают языка, должно быть, в общем-то, какой-то перевод, потому что мы должны не только говорить о долге, об обязанностях, мы должны еще уважать право каждого горожанина, гражданина нашего государства. Наша программа подготовлена при поддержке областного управления по развитию языков. Всего доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok